Добрый день, друзья мои! Конец сентября. На юге еще почти лето. Краски еще очень яркие. Посмотрите, как заплела небольшую арку и помея к вам аклет. Я ее не сажала. Это то, что она падала сама. Взошло, падали такие семена, которые... всего два семечка. И вот так вот, поднимаясь вверх, заплели густенько. Подальше отойду, чтобы показать вам, как цветет и помея к вам аклет. Тоже, вот посмотрите, один кустик. Всего одно семечко, случайно зашедшее, вот так вот заплело всю макушку. Цветет утром. Сейчас уже обед, поэтому цветов меньше открытых. Утром очень все красиво, ярко-красно. Очень хорошо поднялся бересклет. Как только у него появилась опора, он сразу пополз вверх. Ну и вырос вот, вот высокий. Почему-то мои травы в этом году очень плохо зацветают. Я уже думала, что не дождусь цветения этого куста. Как увидела, что, посмотрите, вот появляются, появляются колоски цветов. Ну, значит, значит, увидим цветение. Вот это вот комнатное растение, обтение, я высадила ее в грунт. И вот так она у меня расползлась за лето в разные стороны. Такая вот жирная, толстая, мощная. Ну, жирует, а не цветет. Вот на этот участок я черенкую, рассаживаю мои колиусы, пеларгонию. Прищипываю и тут же рядышком сажаю, прищипываю и тут же рядышком сажаю. Принимается очень быстро, потому что я, во-первых, поливаю, во-вторых, прохладные ночи. Ну и нет такой жары. Белая роза без имяночка. Ну, конечно же, увидела Августу Луизу, как можно пройти. Ну, шикарнейшие цветы. Как только она распустится, посмотрите, как много у нее бутонов. Вот как только она распустится, я тогда сделаю о ней фильм. Расскажу особенности ее выращивания. Вот первогодка. Я решила ничего с ней не делать. Пускай она вырастет такой, какой она есть. Она уже сейчас полтора метра выросла на первый год без стрижки. Очень много бутонов. Подожду, пока засветет полностью. Большие кусты. Посмотрите, какие выросли. В таком состоянии я еще оставляю. Это шалфей. В таком состоянии такие кусты я еще оставляю. А вот этот куст я уже начинаю стричь, начинаю делить. Потому что, когда он развалится и покажет свою серединку, он тогда уже будет совсем некрасивым. Это ипомея ботата. Ипомея ботата. Несколько видов. Уже настолько переплелись. Посмотрите, даже начинает осваивать территорию и плетется вверх. Вот это место совершенно не для них. Тут я планировала посадить в октябре розы. Но они активно ее атаковали. Им мало было вот того кусочка, который я им обделила. Посмотрите. Ипомея ботата просто расплелась. И я так думаю, что вот этот вот кусочек маленький, который только-только начинает разрастаться ипомея, скоро весь заполнит. Ну а с левой стороны я уже тоже показывала, говорила. Это колюсы, которые у меня росли в горшках. Те, которые я начеренковала в начале лета. Те, которые я не начеренковала, они останутся в зиму замерзнут. Ну то есть да, такое богатство, такое роскошество цвета. Изумительно красивый. Мне вот этот очень нравится. Ну что поделаешь? Ничего не поделаешь. Сажаю вот так вот. Некоторые. Один сорт, второй сорт, третий сорт. Все в один горшок, чтобы как-то сохранить до весны. Четыре кустика. Игоний вечно цветущий. Вот тут тоже два кустика. Посадила один большой, другой чуть поменьше. Как только я его прищипну, он тоже будет большой. Доживет ли он до весны, или придется его отделить, щипать, черенковать, не знаю. Вот тут вот у меня такой череночник. Прищипываю то, что мешает, то, что не нужно. Или то, что кто-то попросил. Вот так вот воткнула в землю, полила, да и все. Ничем не накрываю, ничего не делаю. Колиус такое благодатное растение, что принимается замечательно. Так, ну, что еще не показала. Вот с этой стороны. Вот так вот. Это я уже готовлю лунки для ростки готовила. Красивые колиусы. Красивая гираль. Ну, недолговечно. Вот эта вот роза белая скоро зацветет. Вся-вся в бутонах. Когда зацветет, я покажу ее и расскажу о ней. Называется, это роза моя однофамилица. Называется она Ломонос. Вот этой розочке не знаю название желтой. Хотя цветет она, хочу сказать, все лето и всю осень. Весной и лето, осень без остановки и в большом количестве. Хотя, конечно, цветок проигрывает с бриллиантовым юбилеем. И эти цветы гораздо шикарнее. Хотя вот радует, говорю еще раз, все лето. Вот этот кустик я уже три раза пересаживала с места на место. Спрячу его в тень каждый раз. Но вот та часть, которая в тени, она прекрасно выглядит. А та часть, которая на солнышке, посмотрите, как у него летом, за летом сгорели листья. Конечно, все это я подрежу, удалю. Всю эту черноту уберу. Вот так вот. Не любит, не любит солнышко. Но нет такого места, чтобы окон находился синий. Это вот я так тоже черенкую вегонию. Вдруг кому-то пригодится, вдруг кому-то нужно будет. Я тогда сразу же укорененную подарю. Иначе она все равно все замерзнет. Мне три назад начеренковала пеларгонию. Вот такие вот стаканчики. Она немножечко сейчас прибаливает. Ничем не накрываю, никуда не заношу. Ночи холодные, влаги хватает. Так она как бы меньше болеет, быстрее приживается. Но все равно некоторые листочки привяли, пожелтели. Это вполне естественно. Когда она примется, я уберу желтенькие листики. И оставлю только зеленые. Даже не убирала некоторые цветоносы. Думала, что они завянут, я их удалю. А они собираются цвести. Ну что сделаешь? Смотрите, какой. Точно появится цвет. Недавно снимала целозию, показывала в коротком видео. Когда-то у меня было очень много ее. Это было такое прекрасное зрелище осенью. Совершенно неприхотливое. Не нужно ухаживать, не нужно сажать. Трудно избавиться. Потом я его все удалила. И лет пять назад, наверное, целозия была последняя. Откуда взялось вот это семечко? Каким образом оно проросло? Как оно сохранилось за все эти годы? Стало благоприятным условием. Хотя оно прям совершенно вплотную к дорожке и мешает проходить. Но я его оставила. Семен оно, конечно, насеет. Море у него такие вот маленькие черненькие семена. Созреваются, высыпаются сами. И к моменту его отцветания семян насеется море. Так что на будущий год буду думать, куда мне их пересадить, сколько мне их уничтожить и сколько оставить. Стоит завести один раз. Потом вывести будет практически невозможно. Срезала вот этот вот можжевельник, веточку. Хочу почеренковать, посадить и размножить. Роза Люксор. Я о ней тоже рассказывала, показывала. Очень красивая роза. Очень красивая роза. И большая, и маленькая, и в полном роспуске тоже хороша. И цветет обидно. И бутонов набирает очень много. Очень рекомендую вам эту розу. Меня она никогда не подводит. Цветет все время. Роза Тенго Венго. Тоже еще будет цвести. Посмотрите, бутончики. Очень, очень красивая роза Тенго Венго. Большой такой бутон. Большой хороший цветок. Ну и, конечно же, я ломаю колюсы, черенкую их. Их просто некуда девать. Я их высаживаю вот так вот, в друг дорожки. Они хорошо приживаются. И растут. Не только растут, но даже еще и цветут. Для того, чтобы листья не становились меньше, я их, цветы, удаляю. Да, груша в этом году хорошая созревает. Груши в этом году песка. Опа, сорвалась. Хороши. Хороши груши. Этой осенью решила покрасить арку и омолодить все розы. Розу Индигалета убрала. А вот красная роза, она все цветет и цветет и цветет. И никак не дает мне возможности срезать ее и заняться покраской. Но не поднимается рука. Срезать вот такую красоту. Самое главное, бутоны же еще образовываются. Значит, еще дальше будет цвести. Утром встаю, выхожу на крыльцо. И куда ни посмотри, куда ни глянь. Везде красота. Вот там. Вот тут. Вот тут. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...